Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите недельный обзор финансовых рынков на канале Инстатв. Фондовый рынок США вырос в пятницу после того, как данные показали, что американский рынок труда все еще укрепляется, даже на фоне угрозы торговой войны, висящей над мировыми рынками. Сильный отчет увеличил вероятность того, что Федрезерв США повысит процентную ставку четыре раза в этом году, а не три, как планировалось ранее. В пятницу индекс S&P 500 вырос до отметки 2734,62. За неделю индекс прибавил 13,29 пункта. Акции коммунальных компаний, входящих в состав индекса, снизились на 1,5%. Это самые большие потери из 11 секторов, входящих в базу расчета S&P 500. Промышленный индекс Dow Jones подскочил до отметки 24 635,21. За неделю индекс снизился на 117,88 пункта. Индекс NASDAQ Composite вырос до уровня 7554,33, прибавив 120,48 пункта по итогам торговой недели. Сильные экономические данные способствовали росту доходности десятилетних казначейских облигаций США до 2,9% по сравнению с 2,86% в конце четверга. Другой движущей силой для фондового рынка в пятницу стало уменьшение опасений инвесторов относительно политической обстановки в Италии. Из корпоративных новостей акции компании Lululemon Athletica выросли на 17% во время торгов в пятницу. Компания-производитель спортивной одежды обнародовала отчет о доходах и прогноз прибыли, которые превысили ожидания экономистов. Между тем, акции компании Zuora взлетели на 21% после того, как разработчик программного обеспечения для бизнеса в конце четверга опубликовал свои финансовые результаты и прогноз прибыли, которые превзошли прогнозы участников рынка. В то же время акции компании Abercrombie Fitch упали на 8,4%, несмотря на то, что американский бренд молодежной одежды сообщил о доходах за первый квартал, которые превысили ожидания аналитиков. Это был недельный обзор финансовых рынков, подготовленный для вас командой Инстатв. До свидания!